У нас начался новый ремонт в подъезде. Вот, собственно, результат из стен. Течет прекрасно. Жительница квартиры номер 140, дома 1 по Жуковскому проезду Ольга Сорокина начинает свою невеселую экскурсию уже в фойе подъезда. Пять дней жители наблюдают появление все новых узоров на стенах. Вот здесь вот. Видите, началось. Этот ремонт мы делали за свой счет весной. То есть у нас вообще вот здесь вот прям свежий ремонт. Дальше больше. В квартире у Ольги тоже свежий ремонт. По ее словам, на него потрачена значительная сумма. Но теперь выясняется, что часть ее, по сути, выброшена на ветер. Точнее, в ее случае в воду. Немало подтеков и на потолке, и на стенах. Капитальный ремонт крыши начался 15 октября. Все они заверяли, включая сотрудников ЖКХ, пофамильно тоже могу, если надо, там все заверяли, что не протечет. Технология не спасла. Пострадало 6 квартир на верхних этажах. Но исправлять положение никто не спешил. Жители, что называется, начали бить во все колокола. И такая тактика сработала. Во время съемки к нам присоединился представитель администрации муниципалитета. Обращения поступали вчера в приемную губернатора, в приемную Алексея Петровича Спасского, главы Ленинского городского округа. И со слов управления компании, работа проводится с выходных. Я пришел, чтобы получить свое мнение, иметь представление по этой проблеме. Ольга рассказала гостю о напасти, свалившейся на местных жителей. И тоже показала все проблемные места. Специалист управления ЖКХ зафиксировал увиденное. Красивый потолок теперь в комнате ребенка. О, вот здесь сильно. Ну, везде сильно. Здесь просто хорошо видно. А на улице уже собрались все главные действующие лица этой истории. Представители подрядной организации и УК ЖКХ, местные жители и депутат Олег Федоров. О причинах случившегося подробно рассказал главный инженер управляющей компании Дмитрий Бугров. Подрядчик в лице подрядной организации на конкурсной основе ТАЛ-1-2000 приступил к работам. В смету, ну, в локальную смету не было, заложен гидролизационный материал, потому что технология его не предполагала. Однако подрядчик, чтобы себя перестраховать, за свой счет, за счет собственных средств, заложил гидролизационный материал, который, к сожалению, может быть, из-за технологических каких-то проблем или еще из-за чего-то, мне это неизвестно, дал течь над квартирами девятых этажей. То, что у него сейчас произошло. Подрядчик незамедлительно, когда ему было сообщено, что идет залив помещением квартирного жилого дома, приступил к расчистке кровли, выслал дополнительные силы. И сейчас залита стяжка над четвертым подъездом, и дальше будет проведено утепление и положен так называемый ковер. Но у жителей несколько иная точка зрения на происходящее. Говорить о том, что было расчищено, сейчас возможно, но еще вчера днем не было расчищено, было расчищено только над нашей квартирой, и там стояли лужи. Я сама лично это видела, у меня это документированы фотографии. Они обманывали Дмитрия. Возможно, когда он уже ходил, возможно, они так и сделали. Поднимаемся на крышу, чтобы посмотреть состояние дел. Здесь активно ведется работа. Часть кровли сделана. Представитель подрядчика объясняет, какие шаги предприняли по 140-й квартире, где мы побывали в гостях. Прогреваем стяжку термоматы. То есть это в ближайшее время все высохнет. То есть на этой неделе мы эту всю проблему на 140-й квартиру мы закончим. Кровля будет сделана с высоким качеством. В срок, который мы заключили с управляющей компанией. И не отходя ни на сколько от технологии. Поводов не доверять подрядчику нет. Организация 24 года работает на этом рынке. У них за спиной десятки выполненных проектов. Но вряд ли инцидент можно считать исчерпанным. Депутат Олег Федоров задает, наверное, самый главный вопрос. Что делать жильцам в данной ситуации? Вот у них пострадали квартиры. Я не знаю, как это можно назвать. Из-за технологического нарушения процесса, из-за, не знаю, головотяпства, еще все что угодно. Это уже специалисты. Вы сами должны эту историю выяснить. Что делать людям в этой ситуации? В рамках гарантийных обязательств, ремонты будут восстановлены силами подрядной организации. Это заложено в ответственность за производство работ. Все будет поправлено. Жителям, единственное ответственность, я приношу извинения, что да, действительно так произошло. Впрочем, у жителей будет возможность оценить ущерб и сделать ремонт самостоятельно, а с подрядчиков взыскать денежные средства. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.